79 лет назад, 22 июня 1941 года, немецко-фашистские войска без объявления войны вероломно атаковали границы Советского Союза. Начавшаяся в этот день Великая Отечественная война забрала миллионы жизней и сломала множество судеб. Почти 500 тысяч кубанцев не вернулись с фронта. 11 тысяч славянцев пали смертью храбрых. Все они погибли не напрасно. Память героев для нас священна. Трудно даже перечислить все бедствия, которые обрушились на страну по воле гитлеровских захватчиков. Города и станицы были выжжены дотла, погибали и старый млад, черный след оставляли после себя фашисты. И все это длилось без малого 4 года. В День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в районе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в этом году она была в формате онлайн. В парке 40-летия Победы состоялся торжественный памятный митинг, в котором приняли участие представители муниципалитета, силовых структур, воинской части, молодежных организаций. Всем нам, живущим сегодня, очень дорога память о войне, о подвиге старшего поколения. У нас в каждой семье есть свой солдат, свой ветеран или труженик тыла. Все они – поколение победителей, подаривших нам мирную жизнь. И мы никогда этого не забудем. Передадим эту память детям и внукам. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Светлая память всем погибшим. Председатель районного совета ветеранов войны и труда сказал, что мы в неоплатном долгу перед подвигом героев и низко кланяемся всем, кто приближал, как мог, великую победу. Началась Великая Отечественная война. Много бед и страданий принесла она нашему народу, унеся миллионы жизней. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Кто умирал, но не сдавался. Кто совершал воинский трудовой подвиг ради мирного будущего наших потомков. Минутой молчания почтили все собравшиеся на митинг ратный трудовой подвиг поколения победителей, всех тех, кто шагнул в бессмертие и спас свою родину. После этого участники митинга возложили живые цветы к вечному огню и памятникам в парке. Поклониться памяти павших пришло немало молодежи, для которых наша славная история не пустой для сердца звук. 79 лет назад, 22 июня, фашистская Германия напала на нашу страну. Мы помним этот трагический момент, когда наши деды и прадеды воевали за нас и отстояли нашу честь и независимость. Мы помним и гордимся этим. Для каждой семьи это горе. Хотя прошло уже практически 80 лет, мы с болью вспоминаем. Потому что у меня прадед, дед воевали. Достаточно большое количество родственников, которые ушли на войну, которые вернулись и также которые не вернулись. Для каждой семьи это горе. И мы обязаны помнить, чтобы, наверное, такого больше никогда не повторилось. Мы все, по большому счету, продолжатели священных вековых традиций. Пока в наших сердцах живет эта святая память, мы будем изо всех сил противиться любой войне. Гордость за героическое поколение нашей страны, за наших героев, будет с нами всегда. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.